Всем привет! Вы на канале Yes, I can do it. Меня зовут Михаил. И просто жжу не могу. Хочу рассказать. Жена мне недавно показала смешное видео. Называется, как самостоятельно собрать кухню. Как самостоятельно собрать кухню. И как сказать? Очень такие спорные чувства. С одной стороны, я как бы людям объясняю, как технологии, как собирать кухни. Те же самые. Да, даю информацию. А с другой стороны, я смотрю и понимаю, что это бред. Ну, полнейший кликбейт. Это кликбейт называется. Когда название как приманка. Название приманка, чтобы вы... Я посмотрю, и я буду все знать. К сожалению, ребята, я скажу, если вы в первый раз пытаетесь самостоятельно, до этого ничего не делав, собрать кухню, к примеру. Ну, скорее всего, если шкаф еще так, 50 на 50. Если кухню 90 процентов, вы потерпите, скажем так, провал. У вас будут какие-то критические ошибки. То есть, скорее всего, ошибки будут. Не всегда критические. Критические это плохо. Потому что, поймите правильно, вы покупаете, допустим, столешницу. Ну, к примеру, там, такую, не сильно дорогую, 100 долларов. И вы неправильно пилите ее. И вам надо покупать новую. И точно так же, там, вы неправильно крепите фасад, вы делаете, там, отверстие, дырку в фасаде, да? Отверстие, в данном случае дырку. Вот. И все, приехали. Вы покупаете новый фасад. Особенно, если он крашеный, то, допустим, там, в долларах тоже цены. И я скажу, что многие люди, которые непрофессиональные, там, конструктора, дизайнеры, они допускают кучу ошибок. Люди, которые, вот, он просто сборщик мебель. И особенно начинающий, даже у меня часто бывает, что человек, вот, он собирает мебель годами уже. Но, чтобы сделать проект, что-то там самостоятельно придумать, он обращается к меня, ну, как к своему другу. То есть, мой друг меня просит, сделай мне деталировку, распиши мне какую деталь. Как? Потому что это очень ответственная часть. А тут какой-то парнишек, какой-то клоун появляется и начинает рассказывать, да это просто, короче, откуда взять шурупы, там, петли старые, ручки. Да поскручивайте со старой кухни. Вот скажу честно, я собирал старые кухни и очень часто я, точнее, собирал. Перед тем, как установить, я перед тем, как установить новую кухню, я иногда бывает приходится убрать, демонтировать старую. Так, в большинстве случаев я, ну, в одноразовых рукавичках это делаю, да, в перчатках, которые выкидываю после этого, потому что там жир, грязь. Этой фурнитурой, ну, я бы побрезгнул второй раз пользоваться. Ну, и человек говорит, да, выкрутите, да, фигня, короче, ерунда полная там, да, из старых досок сколотите, да, пойдите на фирмы, есть фирмы, которые этим занимаются, пойдите, они вам рассчитают. Да, фирмы есть, понимаете, там тоже довольно часто сидят люди, которые не получают сверхприбыль за эту работу. Там сидят люди, которые, ну, пошли по большому счету, а хочешь так, ну, удобно, неудобно, будет работать, не будет, ну, давай мы тебя нарисуем, давай рассчитаем. То есть математически, чисто механически выполняют свою работу. Поэтому все не так просто, поэтому, чтобы не рассказывали всякие клоуны, у меня всегда будет работа у таких людей, как я. Почему? Потому что мы представляем себе, что мы делаем. Проблема, если вы, ну, не очень талантливый человек, то есть не прям технарь такой, попытаться самостоятельно собрать кухню, вам будет сложно. Включите YouTube, там посмотрите, там полно там видео, которые будут называться 5 ошибок при проектировке кухни, там 10 ошибок. И там показывают готовые кухни. Вот у человека, ему поставили, допустим, кухню, все окей, а потом показывают там, допустим, выдвижной ящик не открывается, потому что бьется в ручку соседнего модуля, когда там угол. Неправильно петли поставлены, вырываются фасады, не та нагрузка рассчитана. То есть куча тонкостей. Я на своем канале пытаюсь открывать эти тонкости. Ну поймите, пересмотрев все видео, вы все равно не станете супер крутым мастером. Ну так уж получилось, так заведено. Куча теорий не делает вас профессионалом. Только после практики. Пройдя некоторые вещи на практике, начинаешь уже понимать. То есть нужны практические занятия. Я поначалу, я когда начинал, ну, я делал ошибки. И не то чтобы много, знаете, как там, сапер ошибается один раз. Один раз купил там какую-то деталь, один раз купил фасад, все, ты больше не делаешь такой ошибки. Один раз попал там, взлетел где-то, имел скандал, все, ты больше не повторяешь эту ошибку. Просто из-за того, что, ну, как бы, теоретически, механически, чисто механически, но вроде все проще. Просто существуют детали, тонкости. И не надо верить в видео, которые говорят, да вы их легко соберете, если вы не уверены, даже не пытаетесь. Еще раз повторю, 90% вы потерпите неудачу. Даже люди, скажем так, подкованные технически, у которых есть инструмент. Которые, ну, знают, как правильно держать шуруповерт. Не насверливают лишних дырок, да, знаете, как там, я столько видел там, лишние отверстия под ручки, да, там, какие-то шурупы вылезшие. Ошибки, ну, насквозь просверленные какие-то фасады, детали, ну, куча просто вот таких вот вещей. И даже если вы уже побороли этот этап, это не означает, что когда вы, допустим, соберете кухню самостоятельно, у вас не возникнет мысль, блин, если буду делать в следующий раз, буду делать по-другому. Обычно так оно и есть, что люди первый раз, да, они там не допустили ошибок, ну, бывает такое, да, ну, человек сделал, он все сделал правильно, ну, неудобно, непрактично. И потом человек сетует, ну, но деньги уже потрачены, это не копейки денег, все, все эти механизмы, шурупчики, кажется, это мелочи там, это не мелочи, влетают там неплохие суммы. И, с одной стороны, если вы 100% уверены, что вы сможете сделать, да, вы нормально так сэкономите, вот 30-50% легко экономится. Хотя, если речь идет о какой-то, там, мебели Икея, допустим, уровня Икея есть, там, это может быть разное, какой-нибудь БРВ, то есть БРТ, НВА, любые марки, там, по-разному, то там выгода, ну, 10%, иногда даже 5%, может быть, если о каком-то Китае идет речь, потому что я иногда считаю материалы, и мне кажется, что вот китайские материалы, они, ну, готовые изделия намного дешевле, чем нормальный материал, то есть, на дешевой мебели вы вообще нифига не сэкономите, платите сборщикам, и пусть они вам ставят и делают. Другое дело, что вот сидит сборщик мебели и говорит, я профессионал, я за свою жизнь видел кучу профессионалов, таких профи, ну, вот просто пипец, совершающих тупейшие ошибки, ну, бьет себя в груди, я профессионал-то. Мой напарник был один такой, у меня напарник, мы с ним очень продуктивно работали, но он, типа, я старше все время говорил, я хочу зарабатывать больше, чем ты, то есть, чем я. Я говорю, окей, вот когда сможешь поставить тандемы блюмовские, там, ашкей, ашефы, пройдешь экзамен, давай, а пока, если не хочешь 50 на 50, окей, 60 на 40, только 40 тебе. А еще гавкаешь, будет 30, тебе, а не 70. И человек как-то так, потому что у меня были козыри, я мог сказать, ну, тебя выгонят, я останусь, если ты хочешь скандали. Окей, ты слишком наглый, я старше, надо старших уважать, да пошел ты, наглая рожа. То есть, есть наглые, бесстыдные люди, которые выдают себя, что, да я там знаю, да я умею, рассказывают. По факту они не умеют, по факту они порят. И даже у меня могут быть, там, сильно уставшие. У меня был случай, вот, что называется, не пьяный, не бухой, не какой-то, вот, переписываю размеры и пишу, там, количество деталей, допустим. Три детали надо писать, я пишу две. Я потом нашел эту ошибку, но мне пришлось перезаказать эту деталь. Понимаете, если вы где-то в большом городе, вам это копейки будет стоить. Фигня. А если вы где-то, там, я не знаю, за 100 километров вам надо ехать за одной деталью, а вам одну деталь не продадут, вам надо покупать дорогущий лист. Там, за несколько сотен баксов, там, за 500 баксов вам надо покупать из-за того, что вы ошиблись. Ребята, это серьезно. Не всегда можно купить, там, на 10 долларов нехватающую деталь. Реально взлеты и люди влетают серьезно. Просто об этом не рассказывают на видео как-то. Да, мебельщики меня после этого убьют закопать, да. Так вот, наоборот, не рассказывают о неудачах. О неудачных дублях, да, что я где-то запоролся, что я первую мойку, которую я вырезал. Когда я первую мойку вырезал. Я почему-то вырезал квадратный, квадрат, да. А надо было чуть-чуть радиус, там, я не знаю, 2 сантиметра радиус сделать. И вот эти вот как раз уголки, они... Я купил новую мойку. Об этом не рассказывают, что первый раз, там, в 2000... Каком-то, там, фиг его знает, году, там, 4-м, 3-м году я вырезал. И я попал, я купил мойку. Я не... Как там, да, люди не рассказывают о том, что я прикручивал фасад к ящику. И вместо 30-го шурупа 35-й. И он выбил с той стороны краску. Люди не рассказывают. Я сверлил ручки, не то расстояние отметил. Или я сверлил ручки, отметил карандашиком. Карандашик какой-то плохой. Хотел перенести, опа, там царапина уже. Об этом не говорят. Тонкостей полно. Конечно же, ребята, подписывайтесь на мой канал. Да, смотрите. Там есть видео. Простейшие, начинающие для начального уровня, для людей. Начинающих. Есть уже такие более серьезные лайфхаки. Но практика. На самом деле, опыт придет через практику. И если вы самостоятельно работаете, пытаетесь это сделать, очень большой риск, что вы где-то на деньги попадете. Я в одном из видео где-то об этом говорил. Я рекомендовал сначала пойти с кем-то поработать. То есть с опытным человеком. Посмотреть, набраться опыта. Тогда вы сможете, ну, уже и на своем уровне что-то показать, какой-то класс. Ну, вот мой месседж. То есть не стоит рисковать, если вы не уверены. Тут действует вот это правило. Не уверен, не обгоняй 100 процессов. То же самое я видел кучу, кстати, видео о том, что установить самостоятельно кондиционер. Боже мой. Там вальсовку неправильно сделаешь чуть-чуть. Неправильно зажмешь гайку, фреон вышел, все, у тебя там дорогой вентилятор, извините меня. То есть надо вызывать человека, который тебе все сделает правильно и заправит обратно все в фреон. Вот так вот. А люди просто себя рекламируют. Это очень популярное видео, как сделать, как самостоятельно сделать. Ребята, на самом деле, если вы хотите хорошо и дорого, то, ну, надо искать профессионалов. Причем действительно профессионалы, а не людей, которые говорят, что они профессионалы. В моей работе я уже там, не помню сколько, с 2008 я не даю рекламу. Я работаю по рекомендациям. То есть из руки или сарафянное радио это называется. Когда люди за тебя могут поручиться, сказать, он мне сделал и сделал хорошо и даже лучше, чем я ожидал. Понимаете, вот в чем дело. И причем показатель это когда хорошо через 5, через 10 лет все не развалилось. Понимаете, в чем я? То есть профессионала сейчас на самом деле сложно найти. У меня там есть одно видео про установку направляющих телескопических. Меня только сегодня осенело. Блин! Мне там какую-то глупость все время пишут. Типа, как прикручивать мы понимаем. Объясни, как размечать. Я, блин, объясняю, что размечать это арифметика. Это 5 плюс 5. Вот. Почему вам кажется, что прикручивать легче? И тут я понял. Они не поняли в чем смысл видео. В видео я объясняю, что там есть тайный замочек, который надо открыть. Большинство людей, которые первый раз берут такие телескопы, они не знают, что он там есть. Они берут, о, блин, а как это, что с этим делать? Не думают, что это белые вот эти направляющие ролики. Там есть замочек, который надо правильно открыть. И меня вдруг осенило, что это настолько тупые люди, что они даже не понимают, что там есть тонкость. Они просто пишут, нет, ты про это расскажи. Да куда тебе про это? Ну, они типа, да я профессионал, да я крутой. Ты в жизни ничего другого не видел просто пока. Ладно, спасибо. Поддерживайте канал. Подписывайтесь, лайки, что вы думаете, комментарии. Напишите, может быть, какой-то свой смешной соучредит жизни. Всем пока. Спасибо. Спасибо.